Этой весной синоптики прогнозируют небывало высокий уровень воды. При критической отметке в 540 сантиметров опь в районе Барнаула может подняться до 6 метров. До Барнаульского поселка Затон Паводок еще не добрался, хотя подтопление микрорайона неизбежно. По сообщению Политсибру активное повышение уровня наблюдается и в реке Бия. У Турачака вода прибыла почти на полметра. На всех реках края вскрылся, лед идет активное таяние. Журналисты Комсомольской правды сообщают о том, как будет организована работа общественного транспорта уже завтра в родительский день. С 7 часов утра и до 6 вечера добраться до городских кладбищ можно будет бесплатно. Информация о работе транспорта есть на официальном сайте Барнаула. К примеру, доставлять до Новомихайловского кладбища будут 40 автобусов. Для тех, кому необходимо добраться до Черницкого, будет организовано 15 трамвайных вагонов. На территории кладбищ организуют торговлю ритуальными принадлежностями, желающим предложат инвентарь для уборки. 13 молодых учителей Рубцовска получили ключи от долгожданных квартир. Об этом пишет Рубцовск.Инфо. Среди новоселов – школьные учителя, педагоги дополнительного образования, спортивные тренеры. По сообщению наших коллег, в Рубцовске остро стоит вопрос с медицинскими и педагогическими кадрами. Единственный способ привлечь в город молодых специалистов – предоставление им комфортного жилья. Елена Кузовкина. Наши новости.